Для людей, занимающихся спортивным и традиционным каратэ, занятие в формате семинара – дело привычное. Оно включает в себя лекции чемпионов и практическую отработку техник. Наша съемочная группа побывала на одном из семинаров печорских каратистов. Ребята работают с техникой перемещения и атакующими комбинациями. Отрабатывают специальные упражнения – блоки, уходы, захваты, удары руками и ногами. Семинар проходит в свободной познавательной обстановке. Здесь можно встретить единомышленников и поработать с разными партнерами. Проведение этого семинара – это определенный этап, ступенька к тому, чтобы научиться работать с группой, научиться передавать свой опыт наиболее эффективно. Не обману общественность, почему так произошло. В воле и случая. Мы ждали к нам большого мастера чемпиона мира, Европы, России, Игоря Александровича Лизункова, но он по семейным обстоятельствам не смог приехать к нам. И чтобы не откладывать экзамены, которые были этапом запланированы, в программу экзаменов как раз таки входит работа на этом семинаре, для того, чтобы ребята смогли подготовиться, как перед любым другим экзаменом, и в теории, и в практике. В программе семинара углубленное изучение техник кота и кумите. Также во время занятия ребята отрабатывают технику темисимари. Иначе говоря, это проверка силы ударов на предметах, дощечках. Мы делимся в группе на старших и младших. Старшие, как в большой нормальной семье, помогают младшим осваивать технику, прививают любовь к избранному виду спорта, к боевому искусству, воспитывают, образовывают и закаляют. Лидер нашей команды, значит, капитан в командном кота Тютерев Владимир, Еремчук Платон, Котвицкий Андрей, из девочек Шумкова Екатерина. Не могу не отметить Крылову Алису, подрастающая, значит, чемпионка, да, маленькая, еще не выступает на крупных соревнованиях, но уже довольно успешно осваивает технику вместе с папой. Сегодня мы вам показывали Екатерину Шумкову, очень остренькая, да, быстрая, сильная, точная. Но это не может не радовать. На первое занятие по карате ребята приходят в возрасте 4-5 лет. Проходит естественный отбор и самые способные остаются. Наиболее благоприятный возраст для начала занятий – 7-8 лет. Уже к 10-12 годам ребенок будет готов к серьезным соревнованиям. Мне принадлежила мама. Я сначала очень не хотела. Мамина подруга отвела своего сына. Я сначала не хотела, а потом пойду, а потом пришел. И мне очень понравилось. И на языке я жил уже 5-й год. Самое сложное, наверное, это отработка всех блоков, ударов. Меня привела мама на карате. Я начал заниматься еще в 7-6 лет. Потому что меня во дворе там все обзывали, там обижали. И я не мог дать сдачу. Потом мама заметила это в окно, отвела меня на карате. Я раньше думал, что карате мне не поможет. Потом, когда меня опять начали обзывать, ну вот. И видите, я начал делать блоки потом. Ну, и победил потом. Я начала заниматься с 9 лет. И первое мое занятие было со всеми вместе. На карате мне понравилось, потому что там было весело. И я добивалась этого практически всю жизнь. Для меня, мне кажется, что карате самое сложное – это караты. Запоминать их и делать, чтобы сдавать на другие пояса. Делаем разминку, потом занимаемся всякими катами. Хочу участвовать и завоевывать места какие-нибудь. С 10 лет каратистам начинают присваивать спортивные разряды. Достигнув 16-летнего возраста, они уже могут быть мастерами спорта в дисциплине кота. С 18 лет – в дисциплине кумите. В дальнейшем каратисты достигают новых высот, ведь в этом виде спорта, в отличие от других, нет никаких возрастных ограничений. Редактор субтитров А.Семкин